Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Это программа «Утро» на Болткоме. Сегодня у нас 25 октября. Немножко в нестандартном составе мы в этой студии находимся. Я Андрей Лешкевич и Алиса Прохорова. Доброе утро. Доброе утро. Звукорежиссер Евгений Копеин. В качестве вступительного слова могу сказать, что на нашем сайте есть новость о том, что психологи признали среду самым тяжелым днем недели. Надеюсь, что у вас этот день не будет самым тяжелым, а будет самым легким. И все остальные дни будут такими же. Ну, а мы сегодня в таком формате будем работать, что сейчас мы сразу перейдем к интервью с нашим гостем. Это руководитель юридической фирмы «Па-Два Паринов» партнера Михаил Паринов. Доброе утро, сразу скажу. Доброе утро. Затем в 40 минут, то есть без 29, мы перейдем к обзору прессы. Ну и во втором часе уже после новостей традиционный интерактив. Сейчас у нас будет интервью. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Еще раз представлю гостя. Руководитель юридической фирмы «Па-Два Паринов» и партнера Михаил Паринов у нас сегодня в гостях. Мы поговорим о программе видов на жительство, которая, как вчера заявили в Управлении по делам гражданства и миграции, приказала долго жить. То есть уже фактически о кончине этой программы можно говорить фактически. Присоединяйтесь, 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавайте вопросы, пишите в видеочате на портале MixNewsLV. Мы также в видеочате разместили опрос, в котором приглашаем вас принять участие. Он звучит следующим образом. Много ли Латвия потеряет от закрытия программы ВНЖ? Варианты ответов. Конечно, рынок недвижимости без нее рухнет. Второй вариант. Довольно много, но это можно пережить. Ничего не потеряет, и вся экономика страны пойдет под откос. Голосуйте, мы в конце нашего разговора огласим результаты. Да, я думаю, что начнем со статистики. Вот ранее в одном из своих интервью вы говорили о том, что за последний год число инвесторов, которые интересовались Латвией для получения ВНЖ, уменьшилось как минимум в 15-20 раз. Может быть, учитывая данный факт, а также то, что программа ВНЖ в Латвии фактически можно считать закрытой, как уже заявили ОДГМ, как будет, на ваш взгляд, развиваться рынок недвижимости в ближайшие годы. Грозит ли нам обвал рынка, может быть, из-за закрытия программы ВНЖ? Доброе утро всем еще раз. Я думаю, что влияние таких, по сути, катастрофических изменений в этой программе однозначно скажется на рынке недвижимости. Вряд ли на всем сегменте относительно недорого недвижимости основными покупателями были, есть и будут местные жители. Что касается эксклюзивной люксовой недвижимости, в первую очередь в Риге и в Юрмале, но особенно в Юрмале, покупателями были иностранцы, для которых возможность получения вида на жительство в связи с приобретением недвижимости была, на самом деле, основной движущей силой, основным локомотивом. И мы уже сейчас видим, что девелоперы, которые ориентировались на эту нишу и на этих покупателей, уже сейчас чувствуют себя совсем дискомфортно. И по примеру той же Юрмалы вынуждены переформатировать уже готовые объекты в апарт-отеле, выходить на рынок аренды. Ну, понятно, что мы не на Кипре, и сезон короткий, вряд ли это имеет большой экономический смысл, это делается просто от безысходности. Ну, очевидно, что ситуация будет развиваться только в эту сторону. Ну, действительно, катастрофической, можно назвать, ситуацию вот так вот довольно сильно характеризовали. Ну, по нашему общению с девелоперами и риелторами, объем сделок в Юрмале в этом сегменте составляет одну-две в месяц. А, и, как правило, покупателями являются люди, которые заинтересованы в получении вида нажива. На сегодняшний момент покупатели разные, в том числе и местные жители. Ну, естественно, речь не идет о сделках на там многие сотни тысяч евро или тем более миллионы, ну, это чуть выше, чем цены эконом-класса. Ну, условно говоря, там 150-200 тысяч евро. Скажите, может быть, вели ли вы подсчеты в последние месяцы? Да, мы знаем, что вы также две недели назад делали презентацию о виде на жительство в Латвии, да? Может быть, как изменился рынок недвижимости в течение последних месяцев? Был ли интерес вот как раз к приобретению ВНЖ в течение буквально последних месяцев? Ну, к сожалению, мы не располагали никто статистикой из миграции, и вот эти цифры, которые прозвучали вчера, они первые по итогам 2017 года. Ну, цифры говорят сами за себя, там, к сожалению, нет расшифровки из этих 64 претендентов. Против двух с половиной тысяч. Да. В 2014 году. За полгода, по-моему. Да. Да. Да, в первом полугодии. А здесь прошло все-таки, слава богу, уже почти 10 месяцев. И мы не знаем, сколько из этих 64 претендует на основания недвижимости, сколько на других основаниях, ну, потому что недвижимость не единственная возможность. Вот. Но цифра совершенно красноречивая, и можно представить, какое количество сделок случилось в этом году. Опять же, учитывая, что это Рига, это ближайшие окрестности Риги, и это Юрмала. И вот эти 64, на самом деле меньше, это вот на весь этот регион, ну, с населением на сегодняшний момент порядка миллиона человек. Может быть, были бы, по вашим наблюдениям, случаи в последнее время, когда люди, получившиеся ВНЖ в Латвии, да, отказываются от него и уезжают в другую страну, где есть более благоприятные условия для оформления ВНЖ? Ну, небольшая поправка из тех, кто уже получил ВНЖ, по нашим оценкам, здесь реально живет процентов 10-15, для остальных это просто набор документов, который облегчает жизнь, ну, и там, у многих есть другие соображения. По, опять же, к сожалению, мы не располагаем официальной статистикой, но по и нашим оценкам, и нашему общению с коллегами, отказывается порядка 30% получивших ранее ВНЖ. А сложно отказаться от ВНЖ? Легче, легче. Это существенно легче, чем его получить. Возвращаясь вот к катастрофической ситуации, как вы сказали, с люксовой недвижимостью, но программа ВНЖ, она существовала не с самого начала, не с момента восстановления независимости, а люксовое жилье было. И как в таком случае дела обстояли до этого? Как недвижимость существовала и продавалась без этой программы в таком случае? Продажи шли до начала или середины 2008 года, когда, ну, собственно, сегодня это все характеризуют как пузырь на рынке недвижимости. Соответственно, в 2008-2009 году продажи в этом сегменте остановились полностью, и они как-то начали реанимироваться, по сути, начиная с 2011 года. Соответственно, насколько мы видим, рынок к 2012-2013 года были распроданы, по сути, неликвидные объекты, построенные до 2008-2009 года. И после этого начались новые проекты, ну, можно посмотреть на ту же Ригу. Огромное количество реновированных домов в центре, большинство из них, конечно, строилось и реновация затевалась именно в расчете на эту программу и на этих инвестиций. А в начале нулевых, например? Или в конце 90-х? Ну, мне сложно сказать. Я тогда не так активно присутствовал в Латвии. Ну, конечно, всегда была прослойка обеспеченных, да и просто богатых людей. Местных? Местных, конечно. Жилой фонд на тот момент был очень ограничен, ну, по крайней мере, в этом сегменте. И, собственно, таких проектов можно было на тот период пересчитать вообще, наверное, по пальцам двух рук. Ну, иностранцы могут даже быть заинтересованы в покупке недвижимости без получения ВНЖ, наверное? Или это такой вариант? Наверное. Ну, такие, безусловно, бывают, но я так думаю, что это ничтожная доля. Я люблю Латвию, люблю Ригу, но мы все должны понимать, что, ну, к сожалению, Рига медом не помазана. Юрмала помазана? Уже нет. По какой причине? Ну, на самом деле, то, что происходило в Юрмале, во многом связано и с некой ностальгией жителей бывшего Советского Союза. И, во-вторых, это было раскрученное модное место для, можно сказать, богемных кругов, ну, в первую очередь, россиян. И когда ушли международные конкурсы, ну, их качество и содержание можно оценивать по-разному, но, тем не менее, конечно, это был мощный магнит, позволяющий привлекать обеспеченных, в первую очередь, россиян в Юрмалу. Ну, все это на сегодня, к сожалению, закончилось. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните нам, у нас в гостях руководитель юридической фирмы ПАДВА Паринов и партнеры Михаил Паринов. Говорим сегодня о ситуации на рынке недвижимости в Латвии. Скажите, вот известно, что недвижимости в Латвии больше, чем людей, да, но, однако, люди продолжают уезжать из Латвии, не секрет, и, соответственно, спрос на недвижимость тоже падает. И, таким образом, если нас становится меньше, и спрос на недвижимость уже не такой, каким он был, скажем, до кризисный период, то как вам кажется, как будет меняться именно вот кадастровая стоимость недвижимости, будет ли она уменьшаться? Ну, насколько, опять же, мы понимаем и видим по тем сделкам, которые проходят через нас, проходили, проходят, ну, на самом деле, рынок не умер, что-то на нем происходит. По крайней мере, в этом сегменте кадастровая стоимость в подавляющей части случаев несоизмеримо ниже рыночной, ну, в пять, в десять раз. Тому, наверное, есть разного рода причины, вот, ну, если действительно страна заинтересована в пополнении бюджета и неких элементах социальной справедливости, я думаю, что основным трендом будет то, что кадастровая стоимость потихоньку будет дорастать до рыночной. Я говорю, опять же, в первую очередь, о сегменте эксклюзивной и люксовой недвижимости. Новые проекты в Юрмале, наверное, а кадастровая стоимость уже сопоставима с рыночной, но во многих проектах в Риге вот разница может достигать нескольких раз. Какие страны, с вашей точки зрения, могут воспользоваться тем, что в Латвии программа ВНЖ просто завершилась? Я знаю, что Болгария вот уже намерена упростить иностранца получения видосудного жительства на фоне тоже падения зарубежных инвестиций в экономику этой страны. Какие страны вы могли бы назвать? Ну, на самом деле, мы говорим о инвестиционных программах и, понятное дело, что Латвия здесь конкурирует, ну, по сути, со всем миром, ну и с большинством, на самом деле, стран Европейского Союза. Основными выгодоприобретателями такой ситуации в Латвии, на наш взгляд, является тот же Кипр, Мальта, Португалия, в какой-то степени Испания. Ну и, да, в Болгарии тоже есть свои преимущества. И на сегодняшний день входной билет в Болгарии снижен, ну, на самом деле, до, по сути, бытового уровня. А кто в таком случае заинтересован, например, в виде нажительства в Испании, например? Потому что в Латвии, ну, это опять же не секрет, большинство, вы можете, конечно, провернуть это убеждение, что большинство приобретателей, получателей видов нажительства – это россияне, потому что им это выгодно по цене, выгодно по территориальному расположению нашей страны, ну, и по многим другим каким-то вопросам. А если говорить об Испании, вот, там, Кипре, кто в таком случае? Те же россияне переключатся туда или… Они уже переключились, на самом деле, мы недавно проводили исследование по странам-конкурентам, ну, вот сейчас продолжаем, немножко расширив число этих самых стран. Ну, Кипр с момента введения программы гражданства за инвестиции привлек уже больше 5 миллиардов евро, из них основная часть денег – это именно инвестиции в недвижимость, и основные покупатели – это россияне и граждане Китая. Может быть, кроме россиян, жители каких стран охотно приобретали и приобретают вид нажительства в Латвии? Процентов, наверное, 80-75-80 – это россияне. На втором месте, как ни странно, это граждане Китая. Там было, по-моему, порядка 17 тысяч видов нажительства выданных всего, ну, включая членов семей. Из них больше тысячи – это китайцы. Хотя, как, опять же, говорят наши коллеги, процент отказов от продления и ежегодной перерегистрации среди китайцев тоже составляют порядка 30%. На третьем месте с большим отрывом граждане Украины, белорусы, граждане Казахстана, но там уже отрыв, ну, по сути, в разы. А на какие страны могут, скажем, те же китайцы переключиться, учитывая… Они уже переключились. Это, опять же, в первую очередь, Кипр, это Португалия, условия, которые, ну, в общем, немногим отличаются от латвийских чуть дороже. Ну, на каком-то этапе активно на этом рынке работала Греция, сейчас в силу там разных причин активность снижена. Ну, в первую очередь, Кипр и Португалия. Ну, вам кажется, что вот закрытие, там, смерть программы ВНЖ, это является следствием исключительно там политического решения или есть какие-то просто естественные процессы, которые не по проем привели бы вот к тому, что условия изменились там и все такое? Как вы это видите? Ну, на самом деле, если брать сам миграционный закон и инвестиционные условия, которые предлагает Латвия, мы по-прежнему считаем, что они одни из лучших, по крайней мере, в Евросоюзе. Это на самом деле так. Большой частью причин отказа от имеющихся видов нажительства, на самом деле, является право применения. Если до какого-то момента программа была администрирована, ну, я об этом неоднократно говорил, на 5 с плюсом и была там реально по администрированию лучшая, по крайней мере, в Евросоюзе и в Шенгене, то последние годы именно вот эти все процедурные вопросы, связанные с ежегодным переоформлением ID-карты, с продлением вида нажительств на следующие 5 лет, они стали очень тяжелыми для иностранцев, особенно для тех, и в первую очередь для тех, кто здесь постоянно не проживает. И у нас складывается впечатление, что отношение к инвесторам с точки зрения процедур бюрократических, оно максимально приблизилось к отношению к нелегальным иммигрантам, которые сюда прибывают совсем по другим причинам, по другим программам. Ну, вот похоже, что некоторые институции с точки зрения процедур ставят знак равенства между иностранцами-инвесторами и вот этими несчастными людьми, которые бегут, спасая свои жизни. А как это выражается, может быть, то есть приходится готовить кучу бумаг или что-то еще? Ну, на практике это выглядит таким образом, что даже при переоформлении ежегодным ID-карты, человек, допустим, получил ее там 3 или 4 года назад, получил вид на жительство, ему начинают задавать большое количество дополнительных вопросов, ну, безусловно, в каких-то случаях это абсолютно оправданно, но при этом, ну, наверное, задают такие вопросы очень многим, может быть, 50 процентов, некоторых вызывают на собеседование, не некоторых, на самом деле это уже достаточно многих, в компетентные учреждения латвийские. Ну, для чего человек, который, опять же, здесь постоянно не живет, надо собирать вещи, прилетать, ну, и, собственно, стоит вопрос, а зачем? Если такой небольшой исторический экскурс провести, вот, посмотреть на график развития этой программы, такой, ну, абстрактный, скажем так, по разным параметрам, как он выглядел? То есть, известно, что в 2014 году, насколько я понимаю, или до этого был пик, когда эта программа чуть ли не одной из лучших в Европе считалась, вот как это все развивалось, где были какие-то, ну, скачки и падения? Программа, если мы вспомним, началась, вступила в силу летом 2010 года. 2010 год был достаточно скромный в связи с тем, что информация о этой программе была, ну, не то, что мало доступна, но, реально, там, большинство потенциальных потребителей о ней не знало. В силу ряда причин, ну, в первую очередь, всем, наверное, памятное лишение, ну, не лишение, отказ господина Лужкова в получении вида на жительство в Латвии, вот это, на самом деле, был ключевой момент с точки зрения пиара, точно, совершенно, по крайней мере, на русскоязычном пространстве. Это сто процентов именно так. И все наши усилия наших коллег по продвижению, они, конечно, были несоизмеримо менее эффективны, чем то решение. Но в то время и латвийское государство, я так понимаю, было заинтересовано все-таки в этой программе. Конечно. А инвестиции в ту же недвижимость, в ту же строительство, мы понимаем, что имеет огромный мультипликационный эффект. Ну, то есть, деньги, на самом деле, идут в самые разные отрасли экономики. Вот, пик программы – это 2013-2014 год. В 2014 году все это носило немножко, я бы сказал, спекулятивный характер, так как были озвучены изменения по увеличению входного билета. Соответственно, все те, кто раздумывал и сомневался, они там максимально ускорились тем, чтобы войти в программу по прежним условиям. Ну, и начиная со второй половины 2014 года, особенно с конца, начался резкий спад. Причем причиной этого спада было, опять же, понимание, по крайней мере, по нашей статистике, не увеличение этих сумм, а сочетание нескольких факторов. Каких? В первую очередь, это, опять же, пиар. Мы все помним, что осенью, в конце осени 2014 года национальное объединение снова начало дискуссию о необходимости прекращения этой программы. Так как, дескать, эти самые иностранцы представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку. Это была чисто внутри латвийской политической дискуссии, но, естественно, она вошла в русскоязычное пространство и была использована, ну, скажем, прямо российской пропагандой с максимальным эффектом. В каким образом использована Россия? Ну, очевидно, что в рамках официального подхода Россия окружена врагами. Есть, ну, там, страшные враги, есть менее страшные, но в любом случае любой россиянин, который выезжает за пределы России, ну, сразу оказывается в абсолютно враждебном и агрессивном окружении. И во многих российских средствах массовой информации вот эта дискуссия о возможности прекращения выдачи ВНЖ россиянам была подана как то, что программа, во-первых, уже закрыта, и, во-вторых, своими глазами читал, что многие россияне, которые уже получили вид на жительство, его лишены, ну, или чуть ли не все. И продать недвижимость они теперь не в состоянии. Ну, и, соответственно, блестящее подтверждение тезиса о враждебном окружении и глобальном нелюбье к россиянам за границей. Получается парадокс такой, что вот здесь там тот же нас блок и там власть в целом считает, что программой ВНЖ пользуются люди, которые там, ну, лояльны России и нелояльны Западу таким образом, они оказываются здесь, а в России, наоборот, считают, что уезжают, ну, назовем их иностранные агенты, условно говоря, люди, которые предают Россию. Получается парадокс такой. Совершенно верно, так оно и есть. И, опять же, мы об этом многократно говорили. Ну, со многими из клиентов наших за эти годы установлены, ну, такие достаточно близкие товарищеские отношения. Если говорить о инвесторах, то в нашей компании именно инвесторов, недвижимость, россиян, наверное, больше двухсот человек за это время было. Ну, то есть, это довольно много, это уже не какая-то выборка, наверное, это нужно считать статистикой. И что это за люди-то в реальности? Да, и, по крайней мере, в открытую лояльных нынешней государственной власти мы за все эти годы, из этих российской власти, за все эти годы видели одного. А открытых нелояльных? Ну, открытых нелояльных минимум 50%, а, скажем так, латентно нелояльных все остальные. Ну, и надо понимать, что зачем человек оформляет вид на жительство в другой стране, вкладывает, ну, в принципе, немалые деньги в ее экономику, ну, если его все устраивает на родине, то вообще непонятно, зачем это делать. Я напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также вы можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии в нашем видеочате. И голосовать в видеочате. Да, напомню. У вас есть звонок, кстати, мы можем принять звонок. Наденьте наушники, пожалуйста. Доброе утро. Утро доброе. Здравствуйте. Вы знаете, какой вопрос у меня? Ну, общее правило во всем юридическом мире, как я понимаю, да, это то, что законы, принятые законы обратного действия не имеют. Ну, было разрешено людям и было. Понятно, что новым любое там учреждение государства может запретить что-то там делать своими там внутренними правилами. То есть, надо протестовывать, вероятно, в судебном порядке то, что людям, которым было разрешено, которые тут построили дома, внесли деньги, им изменяют правила и заставляют там платить по пять тысяч, извините, кто-то должен протестовать это. Спасибо. Как Вы считаете? Ну, если говорить о именно юридической составной, конечно, по факту, безусловно, это изменение правил игры задним числом. С формальной точки зрения, ну, если честно, мы не видим возможности что-либо протестовывать, ну, потому что все-таки это новая норма, которая вводится с текущей даты, но мы думаем, что, опять же, с формальной точки зрения так делать можно. Ну, то есть, там только моральная составляющая, да, остается? Да, конечно. То есть, это воспринимается вот Вами как специалистам, ну, законная мера, законная мера, ну, с формальной точки зрения, это законная мера, ну, человеческая, фактическая, там, какую угодно, ну, конечно, это нехорошо. Скажите, учитывая, может быть, такой, как Вы сами говорили ранее, черный пиар со стороны российских СМИК, да, когда объявили с самого начала о закрытии программы ВНЖ в Латвии, приходилось ли Вам слышать от людей, которые думали о приобретении ВНЖ в Латвии, вот вопросы и опасения о том, что не лишат ли его просто так в ВНЖ? Да, конечно. И это, ну, эти вопросы задают и потенциальные клиенты, кто об этом только думает, и это волнует тех, кто уже имеет вид на жительство, потому что, ну, когда одно и то же повторяется там сто раз, даже если это абсолютно неправда, ну, так или иначе, это в голове откладывается. Много ли людей было таких, которые боялись, задавали вопросы такие? Ну, сложно ответить, ну, конечно, немалая часть из инвесторов. И многие, последний вопрос нашего слушателя, многие воспринимают, ну, там, люди не юристы, а просто инвесторы, конечно, воспринимают эту норму новую, как изменение правил игры задним числом. Еще звонок, давайте примем, наденьте еще раз наушники. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Да, да. Здравствуйте. Знаете, я вам очень попросил вашего собеседника не передергивать факты, когда он говорит, что согласно российской доктрине страна со всех сторон окружена врагами. Это не совсем так, и российская доктрина не об этом говорит. Россия строит свои отношения на основании партнерских связей со своими странами. Что касается инвесторов, я тоже со многими очень знаком, и после 2014 года их отношение к странам Латвии, Балтии и к западному миру очень сильно изменилось. Как бы теперь позиция такая, мы не идиоты, складывать деньги туда, где у нас их могут отобрать. Спасибо. Спасибо. Ну, с вашего позволения, я оставлю вопрос без комментариев. Вот депутат Сейма от СЗК Карли Сержантс, комментируя вот это введение про 5 тысяч евро, которые нужно платить, чтобы продлить ВНЖ. Ну, во-первых, он сказал, что это небольшие деньги для того, чтобы иметь такую возможность. Во-вторых, он предположил с уверенностью некоторой, что количество желающих получить вид на жительство из России уменьшается в связи с тем, что в этой стране просто ухудшается экономическая ситуация, и у людей меньше денег становится. Вы как, согласны, не согласны, как можете прокомментировать? Безусловно, и в начале нашего разговора я говорил о том, что причин несколько, которые привлекли к нынешней ситуации. Главные, наверное, мы уже обсудили, но то, что экономическая ситуация в России заметно ухудшилась, то, что количество денег у потенциального нашего клиента, нашего, я имею в виду не свою компанию, а Латвию в целом, как корпорацию, количество денег свободных тоже заметно снизилось. Надо вспомнить, что рубль был девальвирован, по сути, в два раза за это время, с 2014 года, соответственно, повышен входной билет до 250 тысяч евро, что в рублевой оценке выросло, к тому же, еще в два раза за счет падения курса. Поэтому, конечно, этот фактор, безусловно, имеет место быть. Что касается 5 тысяч, много это или мало, ну, я думаю, что, на самом деле, весь вопрос в формировании бюджета и, наверное, грубо, но латание дыр в нем. И, как показывает практика, видимо, была взята статистика, был взят калькулятор, было, ну, понимание каких-то статьи, которые надо наполнить, и с помощью статистики калькулятора была, видимо, определена вот эта сумма 5 тысяч евро. Ну, и было принято решение, ну, или мнение, что вот такая сумма в бюджет попадет. Ну, с учетом того, что, как мы уже говорили, около 30% имеющих вид на жительство от него уже отказались, то в очередной раз работа над бюджетом с помощью счетной машинки, я думаю, будет не очень успешно. У нас осталось всего пару минут, может быть, в заключении, по вашим наблюдениям, как менялись цены на недвижимость в этом году в течение последних месяцев, может быть, упала ли недвижимость в цене сейчас? Если мы говорим о массовой недвижимости, насколько мы видим, цены не упали, и на качественное жилье эконом-класса есть даже небольшой прирост. Что касается люксовой недвижимости, цены в этом году, я думаю, упали процентов на 10-15. Еще вопрос один я задам. Вот есть ли какие-то подсчеты, сколько экономика страны, ну, в каком-то денежном эквиваленте страна потеряла, или, может быть, не потеряла, я не знаю, за счет закрытия этой программы? Есть ли предпосылки и, в принципе, условия для появления чего-то другого, какой-то другой программы, другого ноу-хау, вот как привлечь иностранных инвесторов? Ну, оценки можно делать, исходя из статистики прошлых лет. Латвия получила на всех видов инвестиций почти полтора миллиарда евро. За счет, за существование всей программы? За время существования. За семь лет, можно сказать, да? Да, да. Ну, и понятно, что там в 2013-2014 году суммы были намного больше, но, наверное, вот примерно там у 300-400 миллионов евро новых денег в экономике мы можем говорить как о потерянных. Альтернатив, ну, наверное, можно работать над налоговой системой и делать ее более конкурентоспособной, хотя то, что сейчас называется налоговой реформой, которая, собственно, нас ждет с 1 января. Если вы заметили, в ходе дискуссии и общественного обсуждения все начиналось с повышения конкурентоспособности и привлечения инвестиций, а закончилось основным тезисом социальной справедливости, ну и на самом деле вместо достаточно там прогрессивных изменений мы просто получим повышение налогов, причем, как ни странно, это коснется всех, включая и наименее обеспеченную часть населения. Ну что ж, спасибо большое руководителю юридической фирмы ПАДВА Паринов и партнера Михаил Паринов был гостем этой части нашего сегодняшнего утреннего эфира.